Разрешение подключить? Публичный дактор. Чудесно. Значит, давайте так. Вы берете ее и подносите туда. Депутатов можно снимать. Которая жила здесь ими. Я для разрешения не дам. Законное уважаете? Да, я законно уважаю. Вот и соблюдайте их дальше, пожалуйста. Это незаконное. Значит, согласно законодательству, можно сказать? Согласно законодательству, в Киеве любое гражданское объединение, и если собирают квоту 10 тысяч, там повышенные квоты, на население, согласно статистике, 3 миллиона, оно имеет право. У нас в районе 205 тысяч 900 с чем-то населения. Мы округлили 206. Значит, у нас квота... Нет, послушайте. У нас квота, согласно этих расчетов, согласно статистике, 687 человек. Мы собрали количество людей, желающих, чтобы на этой территории была церковь. Где они живут? Где они живут? Эти вот здесь? Нет, 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 нет. Ко мне кто-то подошел к нашему парадному... Нет, подождите. Почему вы не взяли недостойных детей? Нет, подождите, мы не обязаны ходить. Люди сюда подходили, желающие, чтобы здесь была церковь. Вот слушайте, потребно было забирать загальные сборы, да? Должно было быть слушание людей, которые вот тут живут, мешканцы. У мешканцев не было слушания. Почему... Вам паспорт показать? Я здесь еще так же живу, как и вы. Хорошо, дорогая, возьмите. Ну так я вам объясняю. Вы услышите, я вам объясняю. Услышьте меня. Домбуленцам не то. Ниже здесь желают, чтобы влаценте не было права. В реестре, в реестре немая, немая дозвольных документов. Человек пришел, без такой же церковь. Я уже, смотри, такой же подлеток. Почему не взяли ДК? Когда два года назад я прибукала эту вещь. Вы меня послушайте. Церковь в другой парафии, и я не хочу туда ходить. Значит, поставьте рядом. Рядом, перенесите вот это туда. И будете в лозону поставить. Так я сказала, что она незаконно стоить назад. Она будет в лесу и не будет мешать. Еще раз, можно вас запитать? Вы вважаете, что та, что стоит в зеленой зоне, это нормально? Нет. Нет, это не нормально. Нет, это не нормально. Дивись, мы повторяемся. Можно запитать? Можно дослухать людину? У нас ОЗН появился. ОЗН появился. Можно дослухать людину? Предложение для ОЗН. Какая пропозиция? Вы узнаете? Это ваша балансовая территория. А это чья территория? Ничья. А вот это чья была. А вот не внесли просто. То есть можно гаражей ставить, да? А это можно гараж поставить. Можно, это ничья территория. Постой в гараж, значит. Так можно гаражей ставить, да? Это ничья территория? А вот это не балансовая территория. Он поделивающий, где-то, где-то, где-то дерево. И вот это... А вот это не так. А вот это не было. 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 Это очень большой социальный резонанс. Как одни мешканцы за, то и другие против. Есть лишь одна площадь, это решение данной справки судей. За позовом завернения балансового отречения данной территории, или орендаря данной земельной деятельности, или користивающего, а это подельская районная администрация, которая говорит, что балансового отречения КП УЗН Подельского района, с позовом до суду про завернение данной земельной деятельности и самозахопления с установлением данной справки. Дальше. В межах спрощенного, это буквально месяц-два часу, в межах спрощенного впроваджения, возможное решение данной справки судей. Вы, как мешканцы, с одной стороны, можете залучаться на стороне позывача, на стороне відповідача. В зависимости от того, как вы маете прикинуть до своей тимчасовой споруды, что имеет знаки культовой, потому что проводится и богослужение. Дальше. Юридическая площадка идет в том направлении, что открывается за результатами расследования справки, судья принимает решение, если это будет расследование суда. Суд у нас не заангажированный будет в данном вопросе, и единственное решение, это решение суда. Если суд принимает решение, освободите данную территорию, открывается выполнение проваджения... Еще, я извиняюсь, мы еще будем подавать на вас позыв, потому что вы, благоустрие, вы не выполняете свои приписы. С 2019 года вы не выполнили свою работу. Вы получаете деньги, заработную плату, за счет налогоплательщика. Это ваше беспосереднее право. Да, это мое право. Вы можете подавать на вас позыв. Потому что вы не выполнили свою работу. Там в законе четко прописано, что вы в течение 7 дней должны были это убрать. И вы закон про благоустрель, откройте, пожалуйста, и почитайте. Два руки не прибирали. Два руки не прибирали. А теперь вы начинаете рассказывать, что вы должны в суд подавать. Это культовая структура. Это не культовая структура. Нет тут предыдущих. И, кстати, мы... И опять идет не о том, что вы его... А кто у нас... Можно запрятать, кто у нас ведет эту историю протокола? Ведется, или нет? Вы ведете? Кто вы ведете? Да, да. Мы еще обратились к кипифанию по поводу того, что захвачена эта земля. И за то, что человек приехал и из Тернопольской области без разрешения документа все взял. Два года никто ничего не делает. В суд обращайтесь. Почему вы не выполнили свою работу? Ту работу, которую вы должны были выполнить. Я же вам поясню, и все. Нет, вы дождались того, что это все уже дошло до суда, хотя вы должны были это сделать два года назад. Ну, до суда еще оно не дошло, потому что я не подавал. Я, смотрите, мы тут... Вы нам сейчас предлагаете... Я ничего не предлагаю. Я просто запропонувал лише одно. Я виклав власную думку. Едину, я думаю. Если у вас есть думки, и у пана депутата, и другие, которые могут решить данное вопрос, где оно имеет общественный резонанс, оскільки одни граждане за, что тут у них есть подписные, другие против, то единственное здоровое решение это просто вернуться с способом к суду. Я думаю... Одну секунду. Мы обратились в Киев-Благоустрий и начали писать и бить во всех инстанциях, когда началась достраиваться вот эта часть. Оно было маленькое. Оно маленькое. За то, что ее уже и крышу сделали, и поставили... Ну, переднюю назад мы сказали, что вы якобы узгодили то, что тут тоже стояли. Якобы вы не были против, а потом обожгували. Это батюшка попросил оставить в том виде, в котором он есть. Без кринца, без вот этого... То есть это вот, пожалуйста, место паломничества, скажем так, наших местных бабушек, которые приходят. Если они хотят обратиться к Богу, пусть приходят. Им не нужно для этого помещение гектар выбирать, понимаете? Нет, они тоже не забирают. Да вы их настроили. Вы не поместитесь туда, четыре человека, которые сюда приходят, вот эту маленькую капличку. Зачем настроили вот эту вторую? Нет, приходят не четыре, а двадцать четыре. Так, если где вы живете? Краснопольская. А давайте так, возьмем эту капличку, благоустрый. Берете эту капличку. Не надо. А давайте вы не будете рассказать. Здесь Краснопольская. Нет, Краснопольская. Здесь 10 минут, 5 минут идти. В вашей церкви много? Да, мало. Православной церкви нету. Православной церкви нету. Нету. Он сказал, построить францию, Россию пошел. Он на это вот. Дивись. Бог он един вообще. Как вы его называете? Да, это церковь правильно называется. Российская православная церковь. Давайте старожука посередине. Сирию, дякую. Доброго дня. Наталя, можно я что-то скажу? Можно. Спасибо большое. Я мовчал, заметьте. Вы все дискутировали, я мовчал. Я перед этим вступнул. Мне есть какая-то пропозиция. Из-за того, что я слышу, мы сегодня мы с вами историю, так культура вважает, что это уже сегодня ритуальный спорт. Можно я все-таки культовый спорт. Есть пропозиция. Мы можем, так как вы запропонировали, идти шляхом, когда балансоутримывающая, в любом случае, это РДА. Законным шляхом. Законным шляхом. РДА подает позвольте к суду, где заключаются две стороны. Сторона, которая защищается, будем так говорить, и сторона, которая говорит о том, что это не должно быть. Я акцентую увагу. Еще раз повторюсь. Я не снимаю из себя историю про то, что я обратился в свой час до места, чтобы они мне дали чёткое понимание по этой территории. Чётко мы тут, когда было в 19-м году, тут мы говорили про то, что он не имеет права расширяться. Сергей в свой час, меня первый, кто информировал, что тут приехали будильные материалы на расширение. Я священника просил не расширяться. Просил про то, чтобы он подал документы. Документы он подал в каком-то периоде. У нас сейчас священника тут нет, потому что я никто не запрошен. Есть следующая пропозиция. Если вы не против, давайте встретимся на территории, которая называется РДА, баланс отримечения. Паралельный процесс, то, что мы слышали, сейчас протокол сформированный, есть пропозиция сторони, граждан, что они говорят, что это не может тут быть. РДА тогда подает створение позов до судов, но, кроме того, паралельным процессом встретиться и поговорить в голове РДА, какая есть думка, какие желания есть громады. Залучить туда, я закончу, одну секунду, Наталя, я такой самый эмоциональный, как и вы. Залучить туда священника, которые сейчас отсутствуют. Священника никто не попередил, он как сторона мог бы сказать, почему он не послушался и не дав, скажем так, дав рух далее. Гащин Иван Степанович, вы на него приписи выпустите. Я с вами не сперечаюсь, я ни с кем не сперечаюсь, я говорю сейчас за то, что с этой истории нужно выходить, она не может вот так продолжаться и сборшиваться, она не может, она не может, люди за что, вы сейчас, если вы были трошки ранее, люди про что сейчас говорят, люди сейчас переживают, и где поступовое решение захват территории, как они считают. И это реально физично так и происходит, беззаконно. Секунду, взяли за кин. Беззаконно. Далее наступная история. Все беззаконно. Вони переживали за то, что это может вырастить в высоту, так как выросла капличка под Лисом. Беззаконно вырастить. Балансовая территория под Лисом УЗН. Понял. Ну туда тоже никто не обратился, оно расширяется, завтра там будет хребова сворода, никого это не хвилюет. Как такая пропозиция, если вам параллельные процессы, не просто протокол, и поклали этот протокол перед очей РДА головы, и сказали позицию. Еще можно тогда? Да. Дополнительно. Да, да. Если мы так соглашаемся, мы опечатываем цель, например, нет, нет, нет. Секунду, хай закинчится. Ну давайте. Мы опечатываем, так как она незаконная, и ждемося дозвольных документов. От когда будут дозвольные документы, тогда эта споруда будет працювать. А пока этих дозвольных документов нет, пожалуйста, закройте, и пускай она не работает. А пока благоустрой расписывается в своей импотентности два руки. А то получается законно нет, а она работа. Одну секунду, я уже зрозумел. А вы где живете? Нет. Живемо, можно вас всех попросить про наступное? Я думаю, что Сергей, я сейчас снимаю, поддерживает эту историю. Секунду, секунду, скажите, пожалуйста, от что вы сейчас начинаете, про что сейчас начинаете, где вы живете и так далее. Вы живете в Украине. Что вы уподавляетесь, каким-то зрозумелым речом? Чи вы тоже такие речи? Давайте тогда Краснопольское, отсечем и от Святлицкого, и будет отдельное государство. Вот я же не запитую, где вы живете. Хотя людина сказала, что не едьте до нас на Краснопольское. Ну, про что вы сейчас говорите, все разы? Про что вы сейчас говорите? Вадим Павлович, про то, что сборы должны были, вы значите место для начала, когда вы все будут сгодны. Я же не спорю с вами. А теперь получается, вы людей и пытаетесь разделить. Я неч... Я пытаюсь? Да. Чем я пытаюсь разделить? Я сейчас испоречаю тебе, я разделю? Так не бывает, что никто ничего не разделяет. Вы нормальные взагалі? Мы взбрали квост. И смотрите мне в очи, и киваете головой. Ну, супер. Я хочу сказать, что это человек, два года ходит, снимает тут. Хай снимает. Его зовут Сергей Голодник. Он кореспондент, не знаю какой газеты. Той, мабуть, что я не знаю, потому что она, наверное, не популярна. Ну, дальше идем. Я хочу взятие одно вопрос. О, есть старожук, есть команда старожука. Тут на Винограде. Мы с вами, с усима знакомы. Я прошу вас убрать риторику, то, что старожук и команда покрывается все и способствует. Ну, вы за него не голосовывали. Нет, но в соцсетях Огородник, в соцсетях Другие Люди нагоняют месец, месец, что... скажите, ну, давайте я скажу. Ну, давайте я скажу. Руслану дайте скажу. Дайте я скажу. Я вас всему слушаю. Вы разгоняйте месец, что старожук и команда прикрывает. Мы дали... Вы разгоняйте. Старожуку нема права давать дозвіл. Это уже вы уже не понимаете. Тому я вас попереджаю. Если мы дальше будете в таком руси двигаться, мы должны вернуться к суду за честь и гидность. Совершенно верно. Ну, нет у вас доказательств, что мы... Давайте... И так же я попереджаю Сергея Огородника на сам перед. Чудово, Руслан. Я вам вам объясню, раз вы меня вспомнили, что Вадим Павлович обратился к Киевраде за подданием священника, про то, чтобы тут отримать землеводвину. Так само Вадим... Виконав свій депутатский обвязок. Руслан, Руслан, я вас вислухав, я вас не перебывал. Правда? Я вас не перебывал. Ні, не почули. Ні, не почули. Вы хотите сманіпулировать и сказать, что Старожук тут покрывает? Ні. Ні. Хочу сказать, что когда священник обманув Старожука и вывез дрова, отец, из которых он побудовал, далі, да, напевно, обманув, Вадим Павлович клятвенно заверив, что это просто тимчасово, это же приберут, правда? А не прибрали. Ни, не, 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 а не прибрали. И клятвенно он вам ніяк не будет. Я буду за себя. Да, Вадим Павлович ответит за себя. Но у громады складывается такое впечатление, и это оценочное суджение громады, и мы, в том числе, как человек, который проживает на проспекту Свободы 34, тут поряд, неподалеку. Так поряд не тут же? Тут, тут, тут. Что с вами? 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 Про то, что Вадим Павлович прихильно ставится до того, чтобы тут перебивала ця незаконная споруда, маф, над которым стоит хрест, и это вважается культовым. Васильевич, можно секунду? Я скажу. Скажите, Сергей, очень спасибо. Я акцентую внимание, что это была не Киеврада. Вы же сместовая человек, журналист с доскидом. Это была КМДА. Другая вопрос. Я действительно прихильно ставлюсь до верующих людей, и до людей, которые точно защищают веру, и до людей, которые борются за духовный развитие, а не за алкоголь, про который вы ни разу не написали. Не сказали. Багато раз писали. Я закончу. Вас не перебиваю. Прошу. Вы весь час маніпулюете цей историей. Теперь, что касается, как вы сказали, схвального ставления, а вы забыли, кто вообще сейчас, что мы тут собрали? Что депутатские звонки было Сторожука, и там наверху написано. На депутатские звонки мы сейчас собрали для чего? И про что мы сейчас говорим? Если вы от начала были, писали от начала, то вы четко для себя понимали, про что я сейчас говорю. И что мы на благоустрой попросить Увара? У меня так же громада с Мастицкой. Там, где стоять храм. Московский. Московский. Сергей про это не пишет. Я приверну увагу, делаю депутатский запад на журналістский запад про Ханю. Чтобы вы разобрались, почему идет расширение загорожей для того храма, почему изменилась структура территории. Сергей Огородник не пишет. Я обратаю увагу я вам за это дякую, Вадим Павлович. Хотел сказать позже. Просил бы пана Сергея вместе с нами объединять усилия, потому что он всех вспоминает скрыть. Просил бы объединять усилия, и громады тоже, про наведение порядка. Все, все началось. Олеей славы, которая называется наливайки на виноградели, с которыми не можно потрапить, я уже сегодня говорил, я приехал на прививку сюда, на вакцинувание, я не мог потрапить до поликлини. Точно так же, як зараз появилась новая аллея славы, там, где, слава богу, поклали асфальт, в свой час с нашими допомогами, и поклали светло, поставили. Сегодня там очень удобно сделать аллею ларьков. Про это вы тоже напишите, пане Сергею, потому что возникает моя субъективная думка, что вы с прихильностью ставитесь до ларьков. Если я ставлюсь с прихильностью до церкви, то это, слава богу, я же не покриваю ларьки. А вы прекрасно понимаете, что в этой истории не может быть одинаковый доступ. Давайте разом наведем аллады, проберем и эти мафии с хрестами, и эти мафии без хреста. Давайте проканим. Все-таки. Мы попробуем, заработаем, а я запрепонировал то, что запрепонировал. Людина, яка только говорила про правовый шлях, а если кто-то делает неправовое, то мы не имеем права делать неправовое. Я точно не собираюсь делать неправовое. Есть пропозиция. По факту протоколу оформления будет зафиксировано от той громады, которая против размещения мафии, как вы его называете. Есть громада, которая будет записана в протоколе и будет обратно до главы РДА по созданию позову до суду. Кроме того, я пропоную, чтобы глава районной администрации Подельской в Киеве надав пропозицию, мы пропонуем провести спільную встречу, залучение в том числе священника, возможно, мы выйдем без суду в данном вопросе, и собраться на нараду в РДА, как баланс отримания в своей территории, чтобы почути его думку, как это может решить Дату призначити для всех, умовно поведомить попереднюю мешканців, которые в этом засекали. Может, через меня, я потом вам поведомлю, может, через Сергея, я тоже в активной позиции. Как такая пропозиция? Добре, давайте визначимось с термінами. Нет, я у вас хотела спросить. Нет, вы сказали, что я и громада против, а сколько у вас людей, можете назвать? Есть ограниченная количество какого-то изначения людей, которые против. Вот мы собираемся все к суду. Какие представления людей, которые против, и какие за? Незаконно, было бы законно. Извините, я бы не до вас верталась. Скажите, пожалуйста. Мы подсчитаем, мы вам обязательно скажем. Скажем, что незаконно. Давайте более-менее детально поделимся с термином. Вот, смотрите, есть человек, Дарья, которая фиксируется в протоколе. Дайте свою пропозицию термину, когда протоколе. Десь все. Давайте в ближайшие дни. До нового вагога. Вообще, я еще хотела сказать, каждая людина за светлой душой желает, мечтает, чтобы жить около церкви, отспевать из церкви и быть похоронен в церкви. И только против, кто еще может против церкви быть против. Кто еще может против церкви? Может, церковь уже так подальше? Где это зазначено, что подальше? Есть хороший парк Стрябина. Давайте вы не будете визначать. Я еще раз повторю. Вы кому-то скажете не визначать, а сами захопили и нормально. Я мечтаю в церкви. с государственной администрации с приводу данного вопроса организовать нараду для решения подальше. С залучением старин. С залучением мешканцев, скаржников и депутатов миссии. А может, еще вопрос те, кто стоит за, это люди на пенсии, и они могут в любое время, а я свое рабочее. Но есть и рабочее время, и так далее. Понимаете? А может, еще вопрос? Вы сказали, что с Министерства культуры вы обратились? Так, мы листом обратились. Хорошо, я извиняюсь, а тогда с Министерства культуры были? Не Министерства культуры, мы обратились с листом до Департамента культуры. О, ждем, я вам уже сказал. подождите, он департаментом не был? есть. Ну, еще, нет. А, я извиняюсь, когда они будут, можно подождите, этот лист? Подождите, мы вам всю информацию нададим. нет, вот сейчас на рынку. обождите, можно вопрос? Так. Конкретно, у вас была відповідь от Департамента культуры, так? Покажите, пожалуйста, этот лист. ответ, нет, не, ответ вы отримаете от них. вы все равно вообще не отримаете. то есть, я понимаю, что листовики мать. пакет, есть, вы ее отримаете, что вы там? нет, вот на данный момент Два года назад появилась эта споруда с баною и хрестом, она вызвала большое оборудование местных жителей. Богоустрой выдавал несколько приписов, но ничего не сделал. Приписи таки остались приписами. Потом под каждое релігийное свято священник пытался что-то пробудовывать. Вот, добудовали ганок такий, снова была хвиля обурения, приезжали журналісти, священник в них хавался, не выходил. А этого года тут появилась такая немного небольшая порода, уже грунтовая, скажем так. Больше за площадью и за размером, чем то, что было. И даже еще с другой стороны. Вот такое. Два года благоустрой выносит приписи и ничего не делает. Вы ждали общественного резонанса, а теперь предлагают всем идти к суду. Ну, мовлявно, разбирайтесь. Это не наша справа. Вот как можно ставиться до такого благоустроя? Видите. Где гарантия, что ця споруда, цей мав величезный с хвистом, не будет расширюватися дальше? И почему саме тут, на зеленой зоне? Вот выникает питание.